Всем привет! Артём, Милан, Няша! А ещё у нас есть рюкзак, потому что это 24 часа в лесу челлендж! Сейчас мы поднимаемся туда, высоко в гору, идём вверх по табличкам на самую вершину, где построим домик. Вперёд! Эй, хочешь нашу пирменную футболку? Прямо как у меня! Тогда почитай, сколько вот таких вот бананов будет в этом видео, и пиши свой ответ в комментариях. Кто первый напишет правый ответ, получит нашу пирменную футболку. Ну а мы продолжаем. Мы в лесу уже полчаса, и вот наконец-то мы поднялись на вершину. Дальше тропа ведёт вниз, Няша уже разрывает место для костра. Милан, я даже придумал, где я построю домик. Пойдём покажу. Смотрим под ноги, потому что в Таиланде сейчас сезон дождей, поэтому идут дождики и очень скользко. Вот здесь есть такая поляночка, она уже выглядит как будто домик. Стульчики. О, хорошо. Здесь есть один, два стула, и смотрите, кусты так укрылили это место, поэтому здесь почти что сухо. Но самое главное, что здесь есть вот эти деревья, между которыми мы будем строить домик. Няша уже поняла, что здесь и будет домик, да? Милан, знаешь, о чём мы будем делать дом? Не знаю, не помню, как называется. Это называется стрейч-плёнка. Плёнка. Поехали. Мы делаем домик, но Милану прям очень не втерпёшь проверить, как же он работает. Поэтому Милан решил испытать. Ну что, у тебя получается отличная такая кроватка-гамак, да? Ба-и-ба-юшки-ба-ю. В общем, часть для Милана готова. Вот там есть ещё одно деревце, надо его немножечко подстричь и намотать часть для меня. Так что, продолжаем работать? Привет. Вот так, значит. Мы делаем кровать для Милана, и это вместе. Кровать для меня я делаю один. Милан, ты думаешь, что на этом всё можно отдыхать? А вот и нет, потому что сейчас нам надо делать крышу. Натянем, ребят, одну перекладину вот здесь, поверху, и будем делать шалаш. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ребят, у меня за спиной готовый домик. Посмотри, у нас даже получилось сделать целый такой входик, да? Да. Ну, у нас есть кое-что ещё для нашего домика. Вытащи. Это покрывалка, ребят. Надо её тут немножко разложить, и можешь залазить внутрь. И ещё одну покрывалку, чтобы укрываться. Держи. Ну, а теперь я полез. Няша, ты вся грязная и мокрая, поэтому будешь ночевать здесь. Хорошо, договорились? Тапки охраняй. Лезу внутрь, ребят. Вау. Здесь круто. У пледа такой запах, тёплый, домашний. Теперь мы действительно как дома. Можно спокойно засыпать прямо так. Милан, ты погляди-ка у нас вид в окошко. Какая прелесть. Да у нас везде окошко. Немножко срубить эти кусты, и там был бы вид на море и горы. Представляете, как шикарно. Ну что, Милан, отдохнули? Пойдём делать костёр? Что это было? Не знаю. Наш домик готов, поэтому теперь идём делать костёр. С чем-то сухим нам не повезло, потому что недавно был дождь. Мы прошлись по лесу и поняли, что здесь абсолютно нету ничего сухого. Даже наши спички промокли, поэтому будет чудо, если мы сейчас отсведём костёр. Они загорелись. Да повезло. Мы не останемся голодными. Правда, где взять сухие дрова, это по-прежнему остаётся проблемой. Мы победили, мы это сделали. На самом деле, костёр долго не хотел нам подаваться, потому что всё очень сырое. Ну, видите, вот это скелет кактуса. Именно он нас спас, потому что, смотрите, внутри скелета есть вот такая вот кость, назовём её так. И вот эта наружная шкурка, она защищает кость, поэтому кость после дождя оказалась сухой, в отличие от всего остального олеца, который просто промок до ниточки. Поэтому ждём, когда тут появится побольше углей. И знаешь, какую вкусняшку мы сегодня попробуем? Какую? Здесь, ребята, в Таиланде есть много разных фруктов, овощей необычных. И один мелан из этих необычных овощей это sweet potato, сладкая картошка. Здесь, честно, у меня точно такая же ассоциация, как у Милана. Сладкая картошка? Что? Как? Пиши в комментариях, пробовал ли сладкую картошку ты, и как думаешь, это вкусно или нет? Ну, а мы, ребят, проверим на деле, вкусно это или нет, потому что мы взяли две штуки с собой. Вот так она выглядит, смотрите. Вроде как картошка, только при этом фиолетовая. Сейчас я её немножко нарежу, подрежу. Вот выглядит как простая картошка. Попробуешь? Бери. Прям так. Ну, откуси немножко. Такая она вкусная. Вкусная? Ну-ка, дай я попробую. Вы слышали, да? Он до этого говорил, фу. Теперь говорит, вкусно. Ну, знаете, на самом деле, это похоже на простую картошку. Я иногда люблю пожевать простой сырой картофель, и это выглядит как простой сырой картофель. Ничего такого необычного. Будем её жарить на углях? Ну, давай, я одну. Картошечка отправляется в угли. Ну, ещё мы взяли с собой, ребят, конечно, сосисочек. Сосиски. Готово, ребят, палочка для сосисочки. Берём сосиску, цепляем на палку. Милан почему-то решил свою сосиску прицепить вот так. Милан, почему? Потому что её здесь покушать, и потом здесь. А если вот так, то палка мешает. У меня, ребят, такой более классический вариант, как шашлык, буду вот так её объедать. Костёрчик у нас сегодня небольшой, потому что реально нету ничего сухого. Картошечка тут тоже печётся. Свежий воздух, костёр. Что может быть замечательнее, да? Жить в торговом центре. Жить в торговом центре. Пишите в комментариях, если хотите, 24 часа в торговом центре. Хочешь нам такое видео? Да. Ну, а пока ешь сосиску. Красота. Ох, ребят, вы посмотрите, какая красота. Вот это я понимаю, сосисочка. Пробуем. Горячо? Правда. Балдёж, ребят, балдёж. Няш, вот тут пристроилась аккуратненько, и даже не в курсе, что мы едим сосиски. Няш, ты тоже хочешь? Угости собаку. Няш, кушать сосиска. На самом деле, ребят, сейчас у Няши первая сосиска, потому что она ест обычно простое мясо. Няш, пользуйся моментом, ещё не скоро тебе такое перепадёт. Няша растерялась и не знает, что с ней делать. Представляете? Няш? Сейчас я доедаю свою сосиску, и будем пробовать сладкую жареную картошку. Налетай. Горячая, горячая, аккуратней. Выглядит она по-прежнему как простая сырая картошка, только более жёлтая, разве что стала. Я почувствовала, что там что-то такое сладенькое. Сладенькое? Ну так, нормально. Итак, пробуем вместе со шкуркой. Лучше без шкурки. Наверное, мы её не дожарили, потому что это по-прежнему остаётся сырая, сладкая картошка. Какое-то очень странное такое впечатление от неё. Не знаю. Пишите в комментариях, вы пробовали или нет, и как вам такое лакомство. Угольки тлеют. Если бы не вот эти заросли, мы бы любовались на море, но пока мы можем любоваться вот туда, на горы. Вот там горы, и скоро там будет закат. Что, Милан, давай дождёмся заката, посмотрим на закат, потом будем тушить костёр и спать? Давай. Няш, ты где спишь? В палатке с нами? Ладно, ребят, будем залазить в палатку, ложиться спать. Не знаю. Так уже привычно стримить перед сценом. Если не знаете наш канал Манки Плей, мы там с Миланом играем в разные игры, Майнкрафт, всё остальное. Приходите на стримы. Сегодня, к сожалению, без них, а мы спать. Ну что, ребят, вот такой у нас выдался день. Ложимся, спим, отдыхаем и увидимся утром. Дышится хорошо, свежо. Давайте. Пока мы спим, вы там наставьте лайков, пишите комментарии, увидимся утром. Такая ночь, Милан? Я, ребят, проснулся. Спалось очень хорошо, очень свежо. Единственное, пришлось пару раз ночью проснуться, чтобы подпрыгаться от комаров. В следующий раз надо будет вот сюда накинуть какую-то сетку, чтобы комары не заходили. Милан, вставай. Стоп. Как же, ребят, здорово просыпаться в лесу. Ходите в лес почаще. Так, ну а мы сейчас собираем свои вещи. Нас ждет погулочка полчаса вниз, где припаркован наш байк. Едем домой отмываться от комаров, от муравьев. Ну и мыть, не аж, потому что она вся завагзюкалась. Всем пока! Не забывайте посмотреть другие наши видео, например, вот это или вот это. До скорых встреч! До скорых встреч! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok